всем привет ребят на моей маленькой аквариумной ферме очередной день и второй день подряд у меня начинается с потопа вот здесь вот я уже все вы мочил но вовремя я приехал с работы ребят и скорее всего я потерял вот этот выводок неона потому что вырвала вот там он протоку или давление скакала в водопроводе или чё я даже сам не знаю вот вырвала вот эту вот штучку и набежал полный аквариум воды я вовремя пришел и здесь вот видите еще нету вот этого перелива но и добавилось сто процентов воды от личинки неона еще есть присутствует но будем наблюдать как она среагирует на вот такую вот стопроцентную подмену воды ну будем надеяться все будет хорошо но я в этом деле конечно же не уверен также о хорошем вот это вот малинезия что вчера отсаживали на рожала кучку малька сейчас быстренько ее убираем а вот это вот тоже рожает это же есть куча малька супер во время я их отсадил они на второй день сразу же наметали куча малька сейчас уберу растения и покажу сколько там ее есть вот и освободилась 4 аквариума под какую-то рыбку вот здесь плавает две санта клауски очень таких беременных вот это вот ситцевая тоже что-то напоминает на беременность ну будем смотреть и кого-то конечно же малинезию черную надо вот здесь она присутствует в общем говоря работы ого-го с этих тоже есть одна самочка которую можно отсадить вот с этих тоже есть вот маленькая но уже очень пузатенькая будем смотреть и наблюдать и работать также наконец-то эти стимуляции дали какой-то результат ребят коридорасы крапчатые на металле немножко икринки будем их кормить дальше аулафорусом но форус начал поменьше нарастать и тоже не особо хорошо в общем говоря работы ого-го сколько петухи очень много гнезд настроили я добавил температурку на развод не и есть результаты но пока и кремлет я не наблюдаю ребят но будем конечно же ждать в общем говоря очень много работы а я хотел на заготовок на вот эти вот аквариумы нарезать еще сегодня ну не знаю или успею тернежка тоже отметалась много есть личинка уже надо перемещать поехали все потихонечку по чуть-чуть и будем что-то делать с вами александр и всем приятного просмотра и немножечко я поработал ребят убрал вот этих вот самочек желтую малинезию вот видите здесь желтенькая малинезия и сейчас ни одной нету черненькая на дне только один второй малечек пропавший до больше нету остальные вот крупные ну капец они какие крупные миллиметров 7 хорошенькие такие вот желтенькие малинезии количество даже и не знаю так вот видать не видать ну конечно же со съемкой плохого и вот меченосцы санта клаус здесь вот они плавают тоже небольшое количество плохо видать конечно но есть есть они и вот здесь они присутствуют сейчас этот малечек переезжает свой аквариум который я сливаю а вот два соседних я уже помыл и забросил рыбку снова меченоска санта клауса вот такая вот а здесь вот ведь малинезия черная она толстезная капец какая это у нее зрачки мутноватые но вода вроде бы хорошая протока все хорошо но немножечко есть или это такие глаза но я даже не знаю протока работает супер все хорошо вот так вот одно дело сделано но сейчас вот эти вот два нерестовичка убираю я малька и тоже надо высадить какую-то рыбку которых самых толстых я с поймаю здесь у меня ребят вот вверху было икра моих прекрасных золотушек честно говоря вот таких вот видите стекло грязное капец какое надо убраться немножечко и ребят они отметались то есть я их выдавил если честно я думал что она вся пропавшая и плохая икра не был я уверен в этом но перелив ее сюда ничего не видать вода мутная проклюнулась много много иквинки и на дне там валяется будем наблюдать фильтр отфильтрует это все дело и тогда уже буду показывать надо было бы конечно же установить уж лампу это было бы намного быстрее но буду делать подмены это ей я думаю не страшно ну посмотрим вот так вот будет будем экспериментировать фильтр рабочий со старого аквариума и немножечко подмен надо будет сделать потому что очень уж больно мутная вода страшно на это все дело смотреть вот так вот один этапчик работы проделан сейчас убираю производителей которые отметали стернеции вот ребята немножечко поработал три нерестовичка стернеции уехали сюда личиночка вот уже повисла пускай будет и еще от нерестилась одна пара две пары синих бордовая с красным здесь были зеленые и с салатовым самцом и зеленый также подготовил вот три нерестовичка под барбусов суматранских на завтра и 12 нерестовичков под барбуса вишневого надо еще подготовить под минора 7 нерестовиков но у меня недостаточно здесь нерестовиков сейчас свободных потому что они заняты только два вон там он есть но освободятся завтра еще раз два три 4 5 6 и будет достаточно только надо будет сюда занести на разводню осмос чтобы он прогрелся и будет я думаю очень даже таки и неплохо завтра уже подготовим и сразу же высадим их на нерест ну а сейчас приступаем к уборочке икры которая осталась там барбусов ой говорю барбусов у коридора сов крапчатый вот они на дне сидят погнали вот ребят и здесь немножечко почистил сейчас надо будет забросить бутылочки эти на заморозку на завтра и завтра снова надо забросить им вот эти бутылочки пускай вот так вот стимулируется пока вот протока там капает принципе сработал метод но будем смотреть и наблюдать дальше икринку я убрал вот туда вон 3 сантиметра воды или 4 и пускай она созревает и кринки там совсем мало не особо много они на металле но пускай будет и также продолжаем работать чё-то на разводе что я должен был сделать уже и не помню вот ребята работа немножечко поделана тут там почистил там простирал и его так вот посозерцал немножечко но время ушло и много ушло времени потому что поработал также вот подготовил 4 ведра осмоса пускай прогревается на завтрашний невест а сейчас ребят хочу немножечко заготовок порезать на вот такие вот аквариумы потому что у меня их нехватка а их надо много и совсем у меня полчасика времени осталось на порезку дальше кормежка рыбки ну и погнали вот ребят задел я одну заготовочку и только одну но зато почистил помыл кромки зачистил и повырезал маловато но сколько есть уже рыбка вся покормлена сыта чувствует себя прекрасно немножечко у хорошим на этой неделе мне должны привести производ скалярий две пары огроменных ну и конечно же будем наблюдать за ними чё там они да и к но в принципе должны быть очень такие хорошие но я все-таки поражаюсь этого количества неона и не могу налюбоваться но и вам конечно же показывает губка загрязняется очень очень быстро ну и как ни печально посмотрим час этого него она получится но нехороший вот такой вот опыт получился ну посмотрим конечно же в дальнейшем час этого будет и вот только осталось здесь под сифонить это все что-то самики вверху все вот так вот видите еще делаю и сделать сифон очку про только здесь очень хорошая но что-то что-то их напрягает вот это вот всю рыбку даже не знаю что вот так вот день слетел работы сделано не особо много но все таки что-то и сделал с вами был александр всем приятного дня очень хорошего настроения мирного неба над головой и до завтра ребят